ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Друзья, я попрошу немного внимания. Прежде всего, всех вас приветствуем. Приветствую вас в церкви христиан Вергиево-Адресской. Наш адрес в районе Тельмана-Сердисе, здесь в Славянске, это район Интерната-2. Сегодня у нас очень важное событие, праздник, праздник Крещения, наш церковный праздник. Сегодня наши друзья, которые приняли Иисуса Христа от своего Спасителя, желают вступать в завет с Господом через годное Крещение. Они будут обещать ему служить в доброй совестью. И этим актом Крещения они будут свидетельствовать перед всем миром, перед вами, что они принадлежат Богу, что они исповедуют Его как своего Спасителя, своего Господа. И все наше служение сегодня будет направлено только в этом направлении. Я думаю, о Крещении знают в основном все, но может быть не в том объеме и не все так правильно. Что говорит Священное Писание о водном Крещении? Слова Иисуса Христа, которые после Своего Воскресения Он провозгласил и сказал Своим ученикам, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всем людям, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это Евангелие Марка. И в Евангелии Матфея, последняя глава, аналогичное слово, только Он говорит, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это один и тот же смысл, буквально. Господь повелевает, что для того, чтобы человек был спасен, он должен верой принять Христа как своего Спасителя и вступать с Ним в завет через водное крещение. Это должен быть осознанной верой человека и его воли. Когда мы говорим о водном крещении, мы обязательно вспоминаем, что произошло с самим Иисусом Христом, с чего началась его миссия на земле. И вот об этом я хочу коротко напомнить. Записано это в Евангелии Матфея, в третьей главе. Почти сначала буду ждать. «И крестились от Него в Ордане, исповедуя грехи свои». Это крещение, которое совершал Иоанн Христитель, пророк. Увидев же Иоанн многих парисеев и забукеев, идущих к Нему креститься, «Сказал им, порождение Ихиднины, кто нужно убежать от будущего в небо, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, «Отец у нас Абраам, ибо говорю вам, что Бог может из-за...» «На земле и как мира, поверь и веков». «Мы послания и вся тебе, Господь». «И вон на небе и на земле». «И вон на небе и на земле, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, дорогие люди! Вашему вниманию предлагаю выдержку небольшую из 2-го послания Петра. Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие братья и сестры, я читаю Евангелие, первое послание к Тимофею, первая глава, 15-16 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, есть книга, которая названа Библией. Она содержит в себе 66 отдельных книг. Эта книга была написана за 16 веков, начиная с 15 века до нашей эры, начиналась писать и закончилась в конце первого века. Авторами являются 40 человек, цари и священники, пастухи, люди-поэты, люди-блестящего образования и простые люди. Но автором этой книги в действительности является Бог, Дух Святой, который показал, рассказал им, что нужно передать ведущим поколениям для того, чтобы они спаслись. В этой книге рассказывается, как был запарен Адам и Ева. В этой книге рассказывается о первом потопе, о первой гибели всего человечества, за исключением восьми человек. Рассказывается история израильского народа. В ней говорится о самом лучшем человечестве. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. И мы будем вместе с вами обращаться в молитве к Господу. И Он благословит вас сегодня. Слава Богу! Друзья наши ищут Господа. Кто еще желает, друзья, не стесняйтесь. Мы подождем вас немного. Я бы попросил еще спеть псалом. И мы будем вместе в молитве обращаться к Господу. Субтитры подогнали Симон. 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 Дорогие друзья, я хочу вам сказать за одного человека, великого грешника, который был царем. И когда Он узнал, что Он грешник, то Он обращался к Богу и говорил, прости меня, лукавое сделал я пред тобою. И Он говорил, сердце чистое, затвори во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня. То сердце, о котором мы сегодня слышали, что оно является источником, как доброго, как и злого. И из внутрь, из сердца исходит вся греховность человека. И только тот, кто создал человека, кто обложил это сердце в каждого, знает, как изменить его и сделать его чистым, свободным от греха и зла. Как вы думаете, если бы сейчас наступил последний час жизни, и мы неожиданно предстали бы перед Господом, вот в таком наряде, в таком сейчас мы есть, нам бы пришлось отвечать Ему? Нам бы пришлось отвечать за свои грехи и проступки? Пришлось бы. Поэтому я обращаюсь ко всем вам. Может быть, кого-то смущает вас пляжный наряд. Подойдите ближе сюда, и мы помолимся о вас, если вы сознаете себя грешником, если вы нуждаетесь в спасении Божьем. Подойдите поближе и сердцем вашим говорите Богу, что вы нуждаетесь в милости Его, в прощении, и пусть Он благословит вас. Пожалуйста, и мы будем совершать молитву сейчас. Подходите ближе. Я хотел бы, чтобы эта молитва наша исходила из сердца. Нам трудно сейчас молиться в поддельности. Я буду говорить слова молитвы, а вы повторяйте за мной, если они соответствуют вашему настроению, вашему состоянию. Хорошо? Только повторяйте слух эту молитву, громко, чтобы мы слышали, и чтобы Господь слышал вас. Для того, чтобы молиться, давайте отвлечемся от всего, что есть. Есть только вы и Господь. Закройте ваши глаза и повторяйте предложение за предложение. Я уверен, что эта молитва грешника будет соответствовать вашему состоянию. Закройте глаза и молимся. Дорогой Господь, я прихожу к тебе. А теперь мы все, кто знает Бога, кто служит Его, служителям, которые здесь, поднимем руки наши и благословим наших друзей. И всем, кто совершал эту молитву, прежде поборемся. А потом, Иван Владимирович, прежде поборемся. Будем молиться. Господь и Бог Бог. Мне еще хочется сказать всем, кто сегодня присутствует и слышит вас. Мы приглашаем всех вас на наше благослужение, которое проводится в церкви по адресу город Славинск, переулок Тельмана, 70. Это район интерната-2. Троллейбус, который идет на поселок Артема, ехать нужно им до остановки садоводов. И потом по спальку, как бы вернуться назад и пойти вниз в сторону жереба-зала. Буквально пройти метров 300 от поворота и свернуть на параллельную справу улицы. Это переулок Тельмана. И церковь нашу, новую церковь вы увидите. Это красивые здания. Служение у нас проводится каждое воскресенье с 9 часов утра. Длится оно где-то в пределах двух часов. Вы можете, каким воспомогаете временем, прийти, побыть в общении и уйти в любое время для вас. Но мы желаем, чтобы вы узнали о Боге, узнали о спасении, о силе Божьей. И получили спасение для себя. У нас также служение проводится среди недели, по пятницам. С 6 часов вечера, или с 18 часов. Приглашаем всех, кто желает, кто имеет нужду в Боге, в милости Божьей. Кто подословит вас Господь. Благодарим вас за ваше внимание. Друзья, 10 минуточку еще. У кого нет дома Евангелия, у нас есть возможность подарить вам бесплатно. Пожалуйста, подойдите. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НЕЗОМНЕНЬЯ